Эту тем более подробно обсудим с Сергеем Герасимчуком, это эксперт Совета Внешней Политики Украинской Призмы. Сергей, здравствуйте, рад приветствовать. Здравствуйте. Не громко ли называть Орбана троянским конем внутри Европейского Союза? Хороший вопрос, смотря что мы определяем троянским конем. На самом деле, если говорить о персоне Виктора Орбана, то этот человек очень интересный и политик незаурядный. Если бы вам пришлось пообщаться с венгерскими политиками или политологами, то большинство из них сказали бы, что все решения в венгерском правительстве принимаются в чёрном ящике, и этот чёрный ящик находится в голове Виктора Орбана. Орбан своими заявлениями, в том числе и по поводу Украины, преследует сразу несколько целей. И эти цели очень многогранны и касаются разных уровней политики. Начнём с того, что часто Орбана называют политическим животным, потому что у него действительно есть хороший нюх и хорошая политическая, что называется, чуйка. Он всегда выходил сухим из воды, вне зависимости от того, в какие бы конфликты или передряги он не попадал. И с таким незаурядным мышлением и политическими талантами очевидно, что у Орбана есть амбиции на нечто большее, чем Венгрия, как небольшая и не самая влиятельная страна Европейского Союза. Орбан мигрировал между разными течениями политики и в конечном итоге примкнул к консерваторам, ультраконсерваторам, трампистам. Он был одним из первых, кто поздравил Трампа с победой на предыдущих выборах. Он до сих пор поддерживает Трампа. И Орбану кажется, что в Европе он мог бы возглавить эти ультраконсервативные движения. Но, как говорится, назывался грибом, полезая в кузовок, следовательно, надо использовать все нарративы, которые используют ультраконсерваторы. Это и конспирологические теории, и антиамериканизм в том плане, что отрицание либеральных ценностей, которые продвигаются с Соединёнными Штатами Америки. И, следовательно, антилетистская риторика на уровне Европейского Союза. И таким образом, да, в пределах Европейского Союза сейчас Орбан идёт против Венстрима. Это фактически единственное государство, которое всегда создаёт проблемы с принятием очередного санкционного пакета. Потому что, несмотря на то, что Венгрия голосует, как правило, Венгрия добивается каких-то исключений для разных российских акторов, в том числе и для патриарха Кирилла в своё время. Хотя Венгрия ни разу не православное государство, но, тем не менее, в санкциях против патриарха Кирилла Венгрия отказывали Европейскому Союзу и не поддерживали это решение. Венгрия, среди прочего, имеет проблемы не только с Украиной. Будем откровенны, у Венгрии есть проблемы со свободой слова в стране, потому что большинство медиа контролируется государством. Венгрия на последних выборах была признана страной, в которой выборы прошли с точки зрения права легально, без нарушений. Но с точки зрения справедливости были серьёзные вопросы, потому что далеко не все кандидаты имели равный допуск к возможностям проведения кампании. «Орбан» прошёл по краю пропасти накануне своих парламентских выборов, и здесь тоже украинский фактор сыграл свою роль. Дело в том, что накануне выборов существовала вероятность того, что Венгрия может избрать конкурентов «Орбана», тем более, что оппозиция собралась в единый блок, и действительно были шансы на победу. Но тут случилась российская агрессия, тут случилось 24 февраля, и «Орбан» воспользовался этим, максимально нагнетая страх на своих соотечественников. «Орбан» начал говорить о том, что Венгрию попытаются втянуть эту войну, настаивал о том, что он единственный, кто может упредить такой сценарий, и в результате на выборах победил. Так вот, отвечая на ваш вопрос, и подводя какой-то итог всему, что я сказал, «Орбан» не мейнстримный политик, который пытается обратить на себя внимание разными способами, в том числе экзальтированными заявлениями по поводу Украины. И «Орбан» действительно ведет политику, которая привела к тому, что Венгрия уже сейчас выглядит паршивой овцой в Европейском Союзе, с низким уровнем свободы прессы, свободы медиа, демократических институтов и так далее. Естественно, что такая страна выгодна Российской Федерации, потому что Россия заинтересована в том, чтобы Европейский Союз был разобщен. Если они не могут расколоть его полностью, то, по крайней мере, им выгодно иметь политика, премьер-министра, который подрывает единство, подрывает консенсус и, соответственно, полезен этим в Москве. — Сказать о том, что Виктор Орбан прям озвучивает на 100% месседжи Кремля, вот с одной стороны, очень тяжело сказать, потому что с другой стороны, заявление Орбана, его публичные заголовки, которые ретранслируют международные СМИ, они якобы еще частично похожи на такое примирение. Он хочет быть таким себе примирителем среди российско-украинской войны. И вот я еще один хочу заголовок зачитать издание BILD, интервью от Виктора Орбана накануне дал этому изданию. Он сказал, что Украина вправе определять свое будущее, при этом ради, подчеркну, ради окончания войны следует начать переговоры с участием Российской Федерации и США, создав новую архитектуру безопасности, заявил Виктор Орбан в интервью BILD. Новая архитектура безопасности. Честно говоря, мне это напоминает подписание Бутапештского меморандума в 1994 году, когда по факту Украину полностью разоружили. Вы тут проводите какие-то параллели? И что это за новая архитектура безопасности может быть после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину? И как вообще можно вести переговоры? Это, знаете, попытаемся разобраться в этом черном ящике, который находится в голове у Виктора Орбана. Вы сказали о своей ассоциации, о бутапештском меморандуме. У меня этот конструкт новой архитектуры безопасности вызывает другую ассоциацию. Это тема, которую продвигал Медведев, когда был президентом Российской Федерации. Это тема, которая, в принципе, активно муссировалась европейскими и российскими политологами. Это архитектура безопасности от Владивостока до Лиссабона. Это такая система безопасности, когда Россия была бы непременно включена в европейскую архитектуру, когда Россия считалась бы актором наравне с другими. Но по большому счёту все эти разговоры, они сводились совсем к другому. Мы видим, что уже длительный период времени Российская Федерация, по сути, является угасающей региональной силой. Несмотря на все эти вооружения, несмотря на тот уровень атак, который они обеспечили, показав всему миру, что оружие у них есть, с точки зрения экономики, с точки зрения политического влияния, Россия — угасающая региональная сила. Так вот, именно это является для Путина, наверное, наибольшей трагедией XX века. И в лучших традициях России, когда они пытаются вернуть былую славу, и здесь Россия хотела бы, конечно, достичь уровня диалога с Соединёнными Штатами, того диалога противников, который был между Советским Союзом и Соединёнными Штатами. То есть, по большому счёту, мы возвращаемся к вопросу, что Путин активно продвигает идею Советского Союза, несмотря на то, что все его попытки в последнее время обречены на провал. Что в этой архитектуре делает Орбан? С одной стороны, если поговорить с венгерскими коллегами, то они часто говорят, что, в принципе, венгерское государство пытается попасть в любой формат, для того, чтобы обеспечить свои интересы, поскольку, будучи в формате, это сделать проще, чем находясь за его пределами. Но, тем не менее, здесь я бы сказал, что Орбан всё же близок к тому, чтобы повторять действительно российские нарративы, но не только российские. Я уже упоминал о Трампе и о специфических тёплых отношениях, которые сложились между Трампом и Орбаном. Так вот, это в какой-то степени и нарративы Трампа. Именно Трамп говорил, что если бы он был президентом, то в ходе диалога с Россией они бы смогли остановить войну за один день. Именно Трамп говорит о том, что необходимо договариваться в разные способы. Именно Трамп ввёл диалог с Российской Федерацией и с Путиным. И мы помним все эти скандальные истории о том, что не было доступа даже у советников к ходу переговоров. Таким образом, Орбан играет не только на руку Путину, но и на руку Трампа. Несмотря на то, что сейчас довольно нерадужные перспективы у Дональда Трампа в Соединённых Штатах, учитывая те дела, которые против него возбуждены, Орбан всё ещё надеется, что Трамп или, по крайней мере, трамписты останутся заметной политической силой в Соединённых Штатах. И именно на эту силу он делает ставки, поскольку, переругавшись с европейскими партнёрами, с Берлином и Брюсселем, с администрацией Байдена, с Украиной, Орбан ищет, кто же станет его союзником. И среди таких союзников это, безусловно, трамписты, и в какой-то степени Путин, нарративы которого он ещё же продвигает. Ну и третья сила — это Китай, с которым Венгрия тоже пытается заигрывать. Хотя, конечно же, мы понимаем, что это несоизмеримые несоизмеримые по своему потенциалу и по своему влиянию государства. И если для Венгрии Китай интересен как потенциальный партнёр, то для Китая это лишь один из немногих мелких игроков, на которого он может полагаться. Хотя в большей степени Китай делает свою политику с крупными игроками, как то Россия, Европейский Союз, Соединённые Штаты, Индия. — Ещё один месседж, который озвучил Орбан в интервью «Бильд», он сказал «Я придерживаюсь реальности. Реальность состоит в том, что сотрудничество такого рода между Украиной и Западом ошибочно». Складывается ощущение, что Орбан считает Украину за такую себе разменную монету. И как вы считаете, Орбан до каждой ниточки своего мозга пророссийский, либо же тут есть экономическая составляющая, которая со стороны Российской Федерации по отношению к Орбану. И Российская Федерация пользуется им как может, предлагая что-то экономически выгодное взамен его пророссийских нарративов. — Будем откровенны, здесь есть место для обоих составляющих. Ингрия действительно в значительной степени зависит от поставок российского газа и нефти. И, собственно, Ингрия была одним из тех членов Европейского Союза, который требовал исключения для себя в санкционных пакетах Европейского Союза. Венгрия еще в большей степени зависит от Российской Федерации в плане ядерной энергетики, поскольку именно «Росатом» является компанией, с которой Венгрия заключила кредит на построение дополнительных реакторов на атомной электростанции в Пакше. И, исходя из этого, Венгрия также была одной из ключевых противниц введения санкций против «Росатома». Часть моих коллег, которые живут и работают в Венгрии, говорят, что у Орбана здесь чистый расчет, он хочет получить до конца кредитную линию, которую Российская Федерация выделила для этого проекта. Венгрия также предполагает, что, собственно, Орбан ищет лишь экономический интерес. Но все же я склонен считать, что, исходя из сугубо экономических интересов, политика была бы другой. Ведь не секрет, что не только Венгрия зависит и зависела от Российской Федерации. Мы взглянем на болгарский кейс. Болгария тоже почти на 100% зависела от поставок газа из России. Но это не помешало Болгарии, несмотря на крайне нестабильное правительство, несмотря на то, что за последние два года там пять раз были парламентские выборы. Это не помешало Болгарии и поддержать Украину, и ее вооруженные силы, и отказаться от поставок российского газа, и даже не блокировать санкционные пакеты. И выход нашелся. Соединенные Штаты, Европейский Союз дали Болгарии большие экономические пакеты поддержки, что компенсировало вот эти решения и обострения в отношениях с Россией. Орбан мог пойти таким же путем, но мы видим, что он избрал путь конфронтационный и все же пытается заигрывать с Российской Федерацией, что говорит о том, что интерес здесь не только экономический. Есть версия конспирологическая о том, что у России есть большой компромат на Орбана. Я тоже не могу утверждать, насколько это справедливо. Но с точностью можно сказать, что как минимум интерес не только экономический, но и политический присутствует. Не только про Болгарию, еще и Германия. Очень четкий пример того, как страна Европейского Союза, которая была зависима от Российской Федерации в плане энергоресурсов, но за короткий промежуток времени от них отказалась и сейчас альтернативу ищет. И уже нашла точнее. На завершение, скажите, пожалуйста, насколько Виктор Орбан проблемный для Европейского Союза в плане принятия решений касательно Украины, предоставления военного, предоставления вооружения, членства Украины в ЕС, членства Украины в НАТО? Здесь можно сказать так. Опять же, цитируя моих венгерских коллег, сердце Виктора Орбана, возможно, лежит в Москве, но его банкомат стоит в Берлине. И исходя из этого, надо понимать, что у Европейского Союза не так много инструмента влияния на государства-члены, но один из ключевых — это финансовый инструмент. И Европейский Союз, если Орбан будет единственным, кто будет блокировать решение, я думаю, найдет ответы с помощью ограничения доступа Венгрии к финансовым инструментам Европейского Союза. И тоже можно сказать о Соединенных Штатах, у которых спектр инструментов даже шире. Потому что мы видели совершенно недавно, когда Соединенные Штаты отказались поставлять в Венгрию боевые системы, и это сразу смягчило риторику Орбана. То есть я думаю, что Орбан может создать проблемы, но блокировать, скажем, полностью процесс европейской интеллигации Украины ему не удастся, если по этому поводу будет консенсус других более влиятельных членов Европейского Союза. Большое спасибо вам за ваши комментарии. Напомню, Сергей Герасимчук, эксперт Совета внешней политики, «Украинская призма» был на прямой связи с нашей студией.